Дорогие друзья, всем привет! У нас сегодня первый выпуск нового сериала, можно назвать его мини-сериалом, можно назвать его большим каким-то сериалом, но суть будет о следующем. С вами я, Евгений Бельский, наш прекрасный эксперт-инвестиционщик. Кстати, очень перспективный инвестиционщик. И мы решили записать серию выпусков под названием «Инвестиционная кухня». В этой инвестиционной кухне мы попытаемся своим языком, простым языком, довести до людей информацию о том, какие сейчас инвестиционные инструменты используются на рынке, что можно вообще взять на вооружение и чем можно сейчас пользоваться в банках, в каких-то инвестиционных компаниях. Я об этом ничего не знаю, поэтому Степан сейчас мне, как человеку нулевому, об этом попытается рассказать. И первая тема, знаете, какая? Очень простая. Вы с тобой что выбрали? Вклады? Ну, самое, да, наверное, распространенные запросы, что интересует сейчас людей, это куда вложить деньги. Ключевая ставка растет, инвестиция растет, все хотят как-то сберечь свои накопления. И ключевое, на что сразу люди обращают внимание, это на вклады. Вклады действительно с повышением ключевой ставки уже последний, наверное, год, чуть ли не каждый месяц растут. И такой популярный вопрос, как выбрать вклад, да, потому что можно и встретить и какие-то интересные предложения, где можно получить до 100% годовых, но опять же не вклад, а просто, если мы говорим в целом про инвестиции. Вклад все равно ассоциируется у людей как более что-то спокойное, стабильное. А главное гарантированно, потому что государство же гарантирует какой-то возраст средств. Да, или миллион четыреста у вас как бы страхуется. Да, если, например, вы положили миллион четыреста на год, банк по каким-то причинам обанкротился, закрылся, да, то государство выплачивает вам... Агентство страхования вкладов, да, так же работает? Ну, получается так, да. И что самое интересное, да, сейчас есть такой прекрасный сайт, как Финуслуги, от Московской биржи, где мы можем с вами посмотреть различные варианты вкладов, да, как Финуслуги. Это у нас маркетплейс, который работает с 2017 года, но я думаю, мало кто его знает и кто им вообще пользуется. Честно говоря, вот мне вчера прислали, извини, что я тебя перебиваю, но мы уже в формате диалога, диалога чая-питие, кофе-питие, то есть мы говорим друг другу простыми словами, простыми как бы вещами, простых на кухне ситуациях, которые могут произойти с каждым. И сразу же отвлекаясь от этой темы, про Финуслуги, да, возвращаясь, точнее, к этой теме, Финуслуги, вчера мне прислали, опять же, очередное обновление ставок по вкладам, да, и мы с тобой уже чуть-чуть это обсудили, как бы, да, в WhatsApp и в Телеграме. Мы там пообщались на эту тему, и вот о чем сразу такой вопрос, да, то есть Финуслуги, они же у нас получаются, собственно, посредник между банком и между клиентом. То есть клиент, который заходит на сайт Финуслуг, он не получает эту услугу конкретно на этом сайте, он получает ее на сайте банка, да? Да, да, ну да, то есть у нас Финуслуги это просто посредник, и Финуслуги больше, как, опять же, я понимаю, заинтересованы в том, чтобы раскрутить свой бренд, получить доверие у людей, и поэтому, вот ты мне присылал фотографии, там есть такое, такое прекрасное условие, да, где написано бонус, да, то есть бонус, это предоставляет именно сами Финуслуги, это не банки. То есть мы с вами можем также пойти, да, в любой банк, который здесь представлен, например, там, Московский кредитный банк, и открыть, там, тот же вклад по 19,5%, но у нас, если мы воспользуемся, скажем, этим маркетплейсом, да, Финуслуги, мы получим бонус именно от Финуслуг, да, вот, в данном случае 3 месяца, бонус до 0,49%. Ну, до 1%, грубо говоря, мы можем получить... Да, но есть, вот ты мне, опять же, присылал вклады не от 3 миллионов, а, по-моему, там от 10 тысяч, а от 100 тысяч, да, вот, уже 5,5%, то есть 5,5% бонус уже звучит интересно, да, то есть, получается, есть у нас 20% это ставка банка плюс 5%, да, 25% годовых, как бы, звучит уже интересно на вкладе, который считается там безопасным, но есть одно... Но. Всегда есть одно но. Всегда есть одно но, да, особенно, что звучит очень привлекательно. Вот я, как-то обычный человек, я сразу бы подумал, что это немножко какой-то развод. Почему? Потому что, ну, во-первых, если я приду, например, в Сбер, то мне скажут 15%, да, а тут какой-то сайт, да, несмотря на то, что это, безусловно, поддержка государством, там, можно почитать об этом, обо всем, но, тем не менее, плюс 5%, вопрос, откуда берут они эти 5%. А вот, а ты как думаешь, почему, ну, ты же смотрел, какие там банки, ну, почему тут нет Сбербанка, ВТБ, да, есть какие-то банки, но, вот, например... Морской банк. Да, банк Дом.РФ, то есть не такие популярные, как бы, правильно, банки? Да. Потому что, ну, опять же, это мое мнение, как я думаю, да, что Сбербанк, ВТБ, у нас такие глыбы финансового рынка, у них там хватает бюджета на рекламу, как-то там раскрутиться, привлечь клиентов. У таких банков, да, бюджет денег меньше, поэтому... Но они все равно хотят привлечь деньги. Они хотят привлечь, да, они хотят привлечь, и тем самым, еще, потому что они хотят привлечь клиентов, они сотрудничают перво с финн-услугами, которые финн-услуги, в свою очередь, предоставляют, да, дополнительный бонус, и также у них ставка по вкладу выше, чем, например, у Сбербанка. Потому что, ну, вот, опять же, про себя говорю, я увижу Морской банк плюс, например, у него там будет, ну, 20% вклад, а в Сбербанке 19%, то я, наверное, скорее всего, в Сбербанк пойду, потому что я вот этот 1% доходности готов, как бы, потерять за свое спокойствие. Я знаю, что Сбербанк там работает уже кучу лет, в семье, в семье, в семье, в городе, а условно, Морской банк, опять же, там, да, никого ничего не обидеть, ну, просто так, условно, там, какой-нибудь... Не на слуху, скажем. Сегодня он есть, завтра его нет, я про него ничего не знаю, никто из моих, там, родственников, коллег им не пользовался, я лучше пойду, как бы, в проверенное место, да. Но все равно на финансулках есть, там, банки, такие, которые, больно слуху, там, Совкомбанк, Московский кредитный банк, и у них там тоже интересные, как бы, проценты есть, но, опять же, вот, про этот бонус стоит всем понимать, что есть там внизу плашечка. Мелким почерком, да, все вклады, нет, это у нас застраховано, а что они пишут? Именно, когда на сайт переходят, что вот этот бонус, он может составить максимум 3750 рублей. Все, что выше эта сумма, ты получишь по вкладу, будет облагаться налогом 30%. То есть это, как, ну, я понимаю, 30% налог на прибыль. Ну, налог на прибыль, да, но у нас 30% приравнивается к выигрышу в лотерее, ну, не в казино, не знаю, ну, в общем, какой-то выигрыш, ты с этого 30% должен заплатить. Поэтому, как я опять посчитал, ну, стало интересно, сколько, если, например, открывать на год, то максимальная сумма это 75 тысяч рублей. То есть 75 тысяч рублей, вы получаете 3750 рублей, видите, ну, в перерасчете это что 5,5%. Если, например, на месяц скрывать, по-моему, их были какие-то предложения на месяц, тоже воспользоваться символом 100, там максимум 800 тысяч. То есть, опять, это, да, к разговору к тому, что выглядит все привлекательно, да, думаю, что будешь получать, там, положу большие деньги под большой процент, но вот это, но, и, как бы, вот это, но можно понять со стороны компании «Финуслуг». Они, если всего лишь посредники, опять же, как написано там на сайте банка, они с этого ни комиссии не берут, ничего, то есть они просто работают на бренд. Откуда им брать, там, большие деньги, да? Вот, поэтому... Подводим черту, так скажем. То есть, этот бонус есть, он выше, чем в банках, вот таких, которые мы знаем, но он ограничен суммой. То есть, если мы смотрим, например, на сумму в 1 миллион рублей, да, ну, такая круглая цифра, да, 1 миллион рублей, я, например, захотел его разместить где-то. И в Збере, например, меня не устраивает проценты, например, процент 15, там, не устраивает, да, ну, рынок сейчас лучше гораздо. И я решил все-таки воспользоваться вот такими посредниками, да, там, финуслугами в том числе, и разместил в морском банке, да, или, там, в другом банке в каком-то, да, который мне предлагает эта площадка. Я не от миллиона получу эти 5 процентов, да, а я получу, нет, я получу от миллиона, но не более определенной суммы, которая прописана будет уже в этом договоре на вклад, да. То есть, у меня к вкладу будет договор, и там будет прописана эта сумма, что я, там, только максимум могу получить 3750 рублей. Этот бонус может составить максимум 3700. То есть, на это нужно сразу обратить внимание. Конечно, да. То есть, фактически, я должен себя буду ограничить в средствах, чтобы получить максимум бонуса от этой площадки. Чтобы я заработал максимальный бонус, то я должен буду разместить, грубо, как ты сказал, 70 тысяч рублей, там, в морском банке, 70 тысяч рублей, там, в МКБ банке. Это тоже важно. А, это тоже вклад. Это, да, это только на первый вклад, открытие первого вклада. То есть, открыл ты вклад на месяц, воспользовался бонусом, следующий вклад уже без бонуса идет. Следующий вклад идет, ну, по обычной ставке, как и в банках. Основная суть просто этого проекта, что, например, удобство, да, тебе не надо идти в какой-то банк, не надо, там, открывать счет, ты не должен ходить по всем банкам, спрашивать, какой вклад. Вот, ты зашел на сайт, посмотрел, так, то, 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 ну, вот это самое выгодное, да, обращусь там, размещу деньги там, вот. Бонус – это как, ну, реклама, маркетинг, да, чтобы поддержать. Завлекалочка. Завлекалочка, да. Вот. Еще интересно, да, там, читал отзывы, многие пишут, что ужасная платформа. В каком плане? Берут комиссии за вывод и вот. Это так просто, да, что эти комментарии, как бы, возможно, какие-то враги пишут, да, я посмотрел. Конкуренты. Конкуренты, да, что, ну, в любом случае, ты когда смотришь что-то новое, первое, что ты делаешь, в интернете выбиваешь отзывы, да. Отзывы там, к сожалению, негативные, но, опять же. А может быть, это страховые агенты пишут, которые работают на этой платформе по ОСАГО, по КАСКО, там же разные виды у них есть на этой площадке. Ну, может быть. Может быть, это пишут исполнители, которые также являются посредниками между, опять же, данной биржей, площадкой, между клиентом. Соответственно, когда он выводит средства, потому что очень часто, ну, это именно, как ты правильно говоришь, путаем понятие, за что получил тот или иной, там, сайт, сервис, негативный отзыв. Да, вот, например, по страхованию, я тебе могу привести такой параллель. Есть ОСАГО, да, народный такой, обязательный по закону вид страхования автомобиля. Ты без него не можешь выйти на дорогу, да. Но, и, соответственно, он является народным обязательным по закону, по нему больше всего негативных отзывов. А человек оценивает в целом компанию. То есть, хотя это закон, хотя это государство, это обязательное страхование, есть определенные справочники, определенные регламенты, по которым нельзя больше получить физически. И, соответственно, вот люди смотрят на это ОСАГО отзыв, но не различая, по какому, да, там, продукту этот отзыв. Тут же ему уже такие же негативные отзывы, например, людей, которые пробовали работать с этой площадкой, не как клиенты, потому что у них же тоже две такие темные работы. То есть, они работают как с партнерами полноценными, которые привлекают клиентов на эту площадку, как искренне напрямую с клиентами. То есть, ты можешь быть партнером, можешь быть клиентом. Вот, я думаю, что тут нужно просто разделить на части эти отзывы и профильтровать еще раз, посмотреть какой-то все-таки негатив от клиентов или от партнеров. Нет, просто у меня тоже, вот как у тебя, да, ключевой вопрос, а на чем там зарабатывает эта, ну, эта платформа, да, в целом. Я думал, что, может, действительно какие-то есть у них там комиссии за вывод, вот. Ну, насколько я изучил этот вопрос, да, никаких комиссий нет. То есть, просто это действительно marketplace, да, для того, чтобы поддержать имидж, поддержать бренд, финус-лук. Финус-лук – это Московская биржа, Московская биржа, ну, ей тоже нужно как бы укреплять свои позиции. Ну, опять же, финансовая грамотность, о чем нам говорит государство, правительство, там, и так далее, президент говорит об этом постоянно, что нужно повышать. Уже несколько лет, да. Да, финансовая грамотность, и, наверное, в этом направлении они двигаются, чтобы именно вот благодаря этой финансовой грамотности каждый человек в любом уголке, там, в Российской Федерации мог увидеть полную картину ставок по всем банкам Российской Федерации, чтобы он не был, так скажем, замкнут в каком-то вот этом одном банке в своем городке, да, там, в Сберии, ВТБ, там, неважно, да, а вот чтобы он видел всю картину и выбирал для себя, и тем самым ставился более финансовым грамотом. Но самое-то главное, мы сейчас говорим о перспективных, все-таки, вкладах, накоплениях, процентах, если подводить, так скажем, черту, да, вот резюме подводить под нашим с тобой сегодняшним разговором, да, выбирать финуслуги или какой-то другой любой агрегатор более выгодно кому на сегодня, какому человеку? В целом воспользоваться вкладом, да, как? Как прийти в офис или прийти все-таки на финуслуги, купить или там какой-то другой агрегатор? Слушайте, ну тут, я думаю, надо отталкиваться от того, какие цели и какие деньги. Цели, да, могут быть, там, краткосрочно, например, на месяц положить, да, либо, там, наоборот, кто-то хочет на 3-4 года, да, положить, и какие деньги. Безусловно, бонус, я думаю, привлекает любого, да, когда доходность выше рынка, ты захочешь и воспользоваться. Поэтому я думаю, что финуслуги точно нужно посмотреть каждому, кто хочет открыть вклад. Хотя бы сравнить. Хотя бы сравнить, да, хотя бы посмотреть, какие банки там представлены. Все равно, ну, мы уже разговаривали про это, да, у каждого есть какое-то внутреннее доверие к тому или иному банку, к тому или иному бренду. Да, там, банк морской, либо, там, Сбербанк. Все равно, как бы, градация разная. Да, конечно. Да, и для каждого человека на свое. Кому-то спокойно понести деньги, да, там малоизвестный банк, а кому-то, наоборот, он не будет там спать ночами, да, чтобы заработать лишние 2%. Ну, зачем это надо, да, портить свое здоровье, тревожность дополнительно, она, как бы, никому не нужна. Поэтому я бы точно зашел бы на финуслуги, сравнил, посмотрел банки, сравнил условия, и уже на основе вот какого-то краткого анализа принимал бы решение. Но финуслуги – это, ну, как, не развод, не мошенники, рабочая история, да, которую стоит принимать во внимание. Не обязательно ей воспользоваться, да, и пользоваться, но как сам продукт. Как информационный портал очень полезно, да, площадка для того, чтобы понимать вообще рынок, вкладов, например, тех же самых, и понимать, где какие бонусы, за какой платный можешь получить. Помимо этого же, там, не только вклады есть, да, там, различная линейка продуктов представлена, которые, как мы уже тоже говорили, да, может повысить потенциально финансовый грамотность населения. Я думаю, как бы, основной посыл и в этом состоял создание этого маркетплейса, этой площадки. Ну, а в целом, вот по процентным ставкам сейчас на вклады ключевая ставка растет и продолжает расти. Есть прогнозы, что она еще будет расти, да, то есть сейчас это, как говорят все СМИ, это очко, 21. Ну, так это говорят, что мы можем сказать еще, по-другим словам это и не сказать. Собственно, эти 21%, они сейчас в каком периоде более интересны для любого человека, для обычного человека, если расценивать вариант, то есть, там, я просто, с чего эти вопросы все задаю? Я помню вот эти вот первые, там, скачки этих процентов в 14-м году, когда, там, ключевая ставка начала прыгать вверх, да, и все побежали, там, из одного банка перекладывать в другое, там, эту ставку ларить, эти сроки ларить, вот с точки зрения твоей, да, как ты мониторишь историю с инвестициями. На какой период сейчас можно рассматривать тот или иной вклад под самым высоким процентом? Так, ну, следующего заседания страны банка в декабре будет, и вот как раз-таки, да, пока ходят слухи, так скажем, весь внешний фон, говорит о том, что будет еще одно повышение ставки. В этом году? В этом году, да. И это также подтверждает сам ЦБ, да, у них на каждой пресс-конференции есть прогнозы по средней ключевой ставке за тот или иной год. То есть они, когда заседание было от прошлого пятницы, повысили ставку, и на пресс-конференции средний прогноз сделали таким, что математически получается необходимо еще одно повышение до 23%. То есть если говорить про вклады, например, да, опять же, мое мнение, как лучше сделать, если вопрос стоит о том, что именно сейчас нужно вложить деньги. Вложить деньги на проценты, которые... И максимум заработать. Вот если у меня вопрос стоит таким образом, что я хочу сейчас вложить, максимум заработать, и потом, возможно, еще раз переложить... Положить на месяц на вклад, да, это что у нас сейчас, конец октября. Ну, как раз до конца ноября, это самое главное решение. Потом, ну, опять же, это мы берем то, что мы живем в надежде такой, что ставку еще повысит. Значит, если ставку еще повысит, повысится еще проценты под вкладом. И тогда уже спустя месяц как бы переложить на новый вклад. Но при этом, если мы не увидим повышения ключевой ставки, то вначале, например, сейчас я мог бы разместить деньги на более длинный срок, то есть на 3 месяца или на 6 месяцев, и получить текущую ставку, там, 21%, да, там, по вкладу. И я этого не сделал, а получил, там, 17% на месяц. Как правило, чем меньше срок вклада, тем меньше ставка, да, так же у нас работает банковская система. Чем меньше срок, тем меньше процент, тем больше срок, тем больше процент. Соответственно, я здесь тоже не в выигрыше, да, если опять Центробанк поведет себя как-то не так, как мы думаем. Для этого есть такой прекрасный инструмент, как облигация на фондовом рынке, который как раз-таки при выстроении определенной стратегии в этих облигациях, ты можешь максимизировать свою прибыль и минимизировать риск вот этого колебания ключевой ставки. То есть ты, в данном случае про вклады мы говорим, да, ты все равно себе можешь... Мы об этом, об этом, вот об облигациях поговорим в следующем видео. Сейчас такую закинули интересную интригу, да, что это будет в наших следующих видео. Но еще один вопрос, который, наверное, сейчас мы подведем уже к завершению нашего первого выпуска. Еще один такой вопрос интересный. Если мы говорим сейчас о тех деньгах, которые находятся вообще на счетах. Вот для меня сейчас очень важно понимать, вот есть люди, которые просто держат деньги на счетах без вложений куда-либо. Я это сейчас говорю не просто о каких-то, да, там, богатых людях. А есть, например, пенсионеры, их много, у которых есть пенсионные счета, пенсионные карты, которые просто так получают эти деньги на свои пенсионные карты и даже никуда их не размещают. Это же, по сути дела, обесценивание. Конечно, да. Ну, для этого там тоже есть множество инструментов. Например, тот же вклад. Или накопительный счет. Или накопительный счет. Ты вклад можешь открыть с опцией снятия пополнения, но ставка будет ниже. Вот твои рекомендации обычным людям, которые получают не совсем большие деньги. Или, например, у них есть какая-то накопленная сумма денег, которая лежит на счете без размещения где-то. Разместить любой, наверное, вклад на сегодня в тоже банк. Рекомендация – это такое шаткое слово. Ну, как бы мы сделали. Как бы мы сделали. Если говорить про меня, из-за того, что я, возможно, погружен чуть больше… Но ты испорченный клиент. Чуть больше тебя, фондовый рынок. Я, как бы, смотрел больше в эту сторону. Фондовый рынок. Но самый оптимальный вариант – это все вместе комбинировать. И вклады, и фондовый рынок, и облигации. Хранить яйца в разных полезных, как это говорят. Но, действительно, вклады сейчас очень интересные. Ставки на максимальных своих значениях, можно сказать, находятся. Все ожидали, что будет повторение 2022 года, когда ставку повысили там до 20 или до 19 процентов быстро. И быстро ее опустили вниз. Такого не происходит. Такого не происходит. Все ожидали, когда ставка была в прошлом декабре 2016, что сейчас ее резко там опустят до 10. В итоге прошел практически год, ставка 21. Держится. Держится. Еще и растет. И непонятно, когда это закончится. Поэтому вклады точно к рассмотрению. В стройке инструментов, да? В стройке точную. Я дошел в двойке. То есть для людей, которые не знакомы с фондовым рынком, это первый инструмент для, так скажем, преувеличения своих накоплений. Спокойный, консервативный. До миллион четыреста, как бы, вообще, переживание стоит. А если я разложу, например, если, грубо говоря, свои пенсии, свои зарплаты накопил, отложил, не миллион четыреста, ну чуть больше, я могу же в разных банках разместить, у меня так же будет застраховано. Или все равно это все будет в рамках одной суммы, по разным банкам я больше все равно не смогу получать. То есть если я, например, очень закрытый в части инвестиций, боюсь всего, да, то лучше миллиона, больше миллиона четыреста лучше не размещать. Еще интересный момент с этими вкладами, с налогами, что там, по-моему, с 2023 года новая система. Вы берете за отчетный период максимальную ключевую ставку, то есть, например, сейчас мы будем платить налоги за 23-й год. В 2023 году была максимальная ключевая ставка 16%. Мы берем миллион, умножаем на 6%, 160 тысяч, вот ваш заработок до 160 тысяч, это необлагаемая база. Все, что выше, обычный, НДФЛ, хотите. Соответственно, если мы сейчас выходим на 21, да, и где-то у нас эта разница, ну вот этот год в 5% происходит, то с этих 5% я заплачу. Нет, ну, получается, в следующем году будешь платить за 24-й год, ну, сейчас 21 максимальная ставка, будет 23, будет 200, ну, необлагаемая база, будет 230 тысяч. Сейчас пока 220 тысяч. Вот. Это один, скажем так, один из плюсов по сравнению с облигациями, что есть вот эта необлагаемая база, которая ведь и ключевые ставки защищает, собственно, мои средства, прибыль мою, с которой я не плачу налог. Да. Отлично. Ну вот, ребят, такая история. Первый выпуск, может быть, он был для вас как бы не совсем таким, каким вы его ожидали, но он случился, он состоялся. Мы вот так поговорили на тему вкладов простым, с таким языком, мне показалось, и попытались вам рассказать, что нельзя просто так хранить деньги в матрасе. Лучше всего их где-то под каким-то процентом размещать в гарантированных инструментах, которые на сегодня у нас есть и более чем предостаточно. Используйте интернет-ресурсы в виде таких площадок, как финуслуги, используйте походы в банки, если вы любите ходить в офисы банков и встречаться с красивыми молодыми девушками или парнями, которые там работают парнями. Ради бога. Но главное, чтобы деньги просто так не лежали на счетах или под матрасами. Любой способ и метод хорош. Главное, чтобы инфляция не жрала эти деньги, а то будет обидно, будет хуже для вас прежде всего. Степан, спасибо большое за нашу встречу, за наш сериал и за кофе. Спасибо. Встретимся на следующей неделе.